Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня стало известно, что дочь Владимира Машкова, замечательного актёра, вы знаете, что они в ссоре после начала операции, она в Америке отказалась возвращаться по его требованию. Представляю, как у отца болит душа, дочь всё-таки, но тем не менее, она наговорила столько всего, как говорила Жириновский, столько не отсидеть. Сегодня она заявила, что боится возвращаться в Россию, потому что ей светит за все её высказывания и посты до 15 лет тюрьмы. Она опять написала пост огромный относительно Оскара, там всего этого дела, что загадала, чтобы, так сказать, всё тут рухнуло, и был свободный мир. Ну, она сейчас живёт в свободном мире, где уже можно выбирать с 4 лет детям пол из 21. Это вообще просто фантастика. Значит, где в фигурном катании и в художественной гимнастике участвуют мужики с отрезанными, уж извините меня за выражение, письками, скажу как есть. Вы знаете, друзья, это не свободный мир, это крыша поехала у людей, с моей точки зрения. Поэтому это просто невозможно понять, как люди могут принимать то, что там вообще происходит. Это просто какой-то конец света натуральный. Вот что, собственно говоря, пишут по этому поводу СМИ. Лично мне за все мои посты, говорит Машков, выступление, начиная с февраля прошлого года, может грозить 15 лет тюрьмы, если я вернусь в Россию. Мне страшно возвращаться и проверять, посадят ли меня или нет. Я не планирую возвращаться. Ну, друзья, значит, с моей точки зрения, она поддержала этот Оскар, который получили за фильм. С моей точки зрения, если страшно, говорить не надо. Если сказала, то возвращаться она не планирует. Что тогда об этом вообще говорить, я просто не могу понять. Чтобы отцу еще сделать хуже, чтобы ему еще тяжелее было. Ну, вот так разделились семьи. Разделились семьи, да, с этой точки зрения. Кто-то патриот, кто-то остается своей стороной, а кто-то иначе действует. Желая разрушения, желая того, чтобы люди оказались просто в хаосе. Ну, а мы давно прекрасно понимаем, что та псевдодемократия, которая приходит, она приходит за исключительно природными богатствами, нефть, газ. Они под это дело там обвиняли всех, кого можно было, в чем можно, чтобы получить к этому доступ. А уж люди их, на примере сопредельного государства, абсолютно мало интересуют. Их интересует только одно – достижение своих узкокорыстных экономических интересов. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Как вам на этом с вами ролике можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.